В Италии начинается предвыборная кампания. 4 марта голосование определит новый состав национального парламента. Списки кандидатов опубликованы, программы написаны, политическая гонка открыта. Представители главных партий страны с телевизионных экранов обещают избирателям решение самых острых социальных проблем. Репортаж нашего собственного корреспондента Юлии Гончар. Разочарованными и растерянными итальянцы пойдут на эти парламентские выборы. Институт Эуриспеса писал в своем последнем отчете социальные настроения в стране, где четверо из пяти человек потеряли всякое доверие государственной власти. Даже если пик кризиса позади, 70% населения сегодня по-прежнему не может свести концов с концами, без особенных трудностей. Популярность правящей левой демократической партии Матео Ренци упала и рассчитывать на высокие результаты в голосовании больше не может. Думаю, еще раз доверюсь демократической партии, просто потому, что нет альтернативы. Движение пяти звезд, на мой взгляд, неубедительно. Поэтому, к сожалению, из того, что есть, выбираю наименее худшее. Голосую за пять звезд. Когда-то я поддерживал левых, что у власти, но они меня разочаровали. Я рабочий, и я всю жизнь прождал возможности каким-то образом зажить лучше. И так как ничего не изменилось, теперь я голосую за пять звезд. Популистское движение «Пять звезд» становится самой популярной политической силой в Италии. Основанное известным в стране комиком, за 10 лет оно превратилось в полноценную оппозиционную партию, которая пользуется широкой поддержкой рабочего класса. На выборы движения поведет 31-летний лидер Луиджи Ди Майо, обещающий избирателям, в частности, безусловный доход по праву гражданства для каждого. Наша цель – войти в правительство с командой, которая знает о проблемах итальянцев и работает, чтобы решить их со своей компетенцией, энтузиазмом и энергией. Я уверен, что мы сможем проделать большую работу и выполнить, наконец, те вещи, которых наши граждане ждут от политики уже 30 лет. У пяти звезд есть реальный шанс получить на выборах больше голосов, чем какая-либо другая партия в Италии. Согласно результатам опросов, движения готовы поддержать 30% населения. Но для того, чтобы руководить страной, этого недостаточно. Необходимо завоевать абсолютное большинство мест в парламенте и в сложившейся ситуации это может сделать только объединившаяся правоцентристская коалиция во главе с Сильвио Берлускони. Надо сказать, что программы соперников в этой предвыборной гонке отличаются друг от друга незначительно. Избирателям, которые еще не оправились от кризиса, они все сулят золотые горы. Сокращение налогов, рост пенсий, новые рабочие места, решение острейшей проблемы мигрантов и поощрение материнства. Но ни у одного из итальянских политиков нет для страны долгосрочной стратегии, отмечает профессор Эмильяно де Блазио. Мне кажется, ни одна из предвыборных программ не представляет собой, скажем, глубокого вдоха на будущее. И это своеобразное ограничение итальянской политики и европейской в целом. Отсутствие большого проекта на следующие 30 лет. Все программы связаны с решением проблем повседневной жизни, с безработицей, налогами, но альтернативной модели развития, например, они не предлагают. Никто этого не делает. Как изменится расстановка политических сил в парламенте? И кто же возглавит новое правительство? У итальянцев есть месяц на размышления. Предвыборная кампания только что началась. Если ни одной из политических сил по результатам голосования не удастся завоевать абсолютное большинство мест в парламенте, соперникам придется договориться о создании коалиционного правительства. Юлия Гончар, Массимилиано, Вольпе, Хабар, 24, Италия.